Приветствую всех! Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут, для тех, кто меня не знает, Приходько Наталья. Я являюсь руководителем и основателем проекта ВИПТЭКС. Если вкратце, ВИПТЭКС — это выставка, которая проходит в формате B2B-встреч. Выставка посвящена тканям и текстилю. Проходит, как она сказала, уже два раза в год в Анталии. Это место, где люди, желающие иметь информацию о тканях турецких, а также турецкие паприки, встречаются друг с другом, общаются и ведут свои бизнес-переговоры. На сегодняшний день у нас отличная компания. Мы пригласили нашего партнера, господина Ислама Али. Господин Ислам Али является руководителем отдела продаж на российский рынок иностранных СНГ. Здравствуйте! Здравствуйте! А также у нас в компании сегодня Гуреев Антон. Он же основатель блога «Человек, который уменьшит» и отраслевого сообщества «Нелегкая промышленность». Кроме всего этого, он специалист в области швейного производства. Антон, здравствуйте! Да, всем привет! Большое спасибо! Давайте, наверное, ребята, начнем с того, что мы уточним господина Ислама Али информацию о фабрике. Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о том, чем вы занимаетесь и вообще, что из себя представляет компания «Шексой Текстиль». Добрый день еще раз! Фабрика «Шексой Текстиль» является производством, которое входит в десятки крупнейших фабрик Турции и производит полный цикл производства, начиная от начала нити. И существует с 1954 года на 850 рабочих мест в три смены круглые сутки. И стараемся увеличивать свои объемы каждый год. Отлично! Какой процент из ваших объемов, которые производит ваша громадная фабрика, вы отправляете на Россию и на страны СНГ? 50% – это Европа и внутренний рынок, а 50% мы отправляем на Россию и бывшие СССР. Давайте тогда поподробнее о том, как ваша фабрика пережила эту всю ситуацию, которая на сегодняшний день еще не закончилась. Что происходит? Есть ли увольнения, закрытия? Что касается увольнения, государство Турции вообще запретило в течение трех месяцев вообще кого-либо увольнять. То есть в Турции это категорически запрещено. Что касается уменьшения производства, это, конечно, есть, иначе не может быть. Кто-то сейчас работает в 10% мощности, кто-то 20%. Мы с прошлой недели увеличиваем свои мощности и в настоящее время работаем на 50% мощности. А с чем это связано? С прибывающимися уже заказаны. Откуда? Это Россия, это Беларусь, это Европа, это внутренний рынок. Россия? Россия, Россия. Но хочу заметить, очень важно, что это не осенние коллекции, скажем так. Это уже весна-лето следующего уже года. Скажите, были ли у вас сложные ситуации с заказами, которые были сделаны до того, как фабрика закрылась на карантин? И вообще было ли закрытие фабрики? Да, было закрытие фабрики в течение двух недель. И были такие случаи, которые люди заказали и не смогли забрать. Мы пошли на уступки, то есть мы не заставляем кого-то покупать. С пониманием относимся к своим клиентам. Никто этого не хотел. Ну, что поделаешь. То есть был возраст средств или вы каким-то образом заменили этот заказ? Мы просто, они просто не смогли забрать. Заказ был запущен, товар осталось и не смогли забрать. Ну, в обычное мирное время нужно было предъявлять претензии, что мы произвели и вы не забрали. А в настоящее время мы всем подчеркиваем, всем идем на уступки и товары, которые были произведены и не успели отправиться и уже опоздали уже в сезон, у нас лежат на складе. Антон, вы хотели что-то спросить? Да, мне как раз было интересно продолжить вопрос по поводу того, в чем все-таки выражалась уступка. То есть вам компании внесли предоплату, вы на основании этой предоплаты запустили производство и они должны были вам доплатить оставшуюся часть суммы для того, чтобы забрать свою продукцию. А вот с этой внесенной суммой предоплаты по факту, ее можно будет как-то зачесть в счет будущих заказов или они остались в этих полотнах? Что с ней происходит? Они лежат в бухгалтерии на счету, они хоть 10 лет, они будут лежать и никуда не денутся. Они в любое время могут быть, могут использоваться в другом заказе. То есть эти средства, которые были уже внесены, можно будет перенести на следующий сезон в качестве внесенных денег? Да. А если, к примеру, условно, какой процент предоплаты был внесен? 30-50? Вообще положено 30%. Но, опять-таки, мы всегда относимся к своим клиентам бережно и стараемся делать такие небольшие, пусть и мелочи, но идем на встречу, чтобы люди не замораживали свои деньги. И берем там 10, ну максимум 15% предоплаты, чтобы не заморозить их валюту. Я понял вас, спасибо большое. Еще последний вопрос. Если, например, этот клиент в будущем захочет сделать заказ, сколько ему еще необходимо будет денег доплатить? Ведь не может быть так, что он вам, допустим, в этом году заплатил, в марте месяце, и чтобы сделать заказ на следующую коллекцию, он вам ничего не доплатит. Сколько ему еще нужно будет внести денег, чтобы запустить производство новой коллекции? Или какие гарантии предоставить о том, что он заплатит? Ну, вот смотрите, если человек заплатил 500 долларов и в следующий что-то покупает, общий счет, допустим, к примеру, 3000 долларов, он заплатит 2500 долларов, а 500 долларов уже предоплата уже есть. Все, Наталья? Да, я хочу просто подметить о том, что я лично знакома с этой фабрикой не первый год. Я живу в Турции на сегодняшний день 5 лет. И, наверное, это первая из фабрик, с которой мы стали тесно контактировать. Благодаря, конечно, исламу. Я видела их производство, я видела их склады. Вообще, ислам невероятный человек, и все его клиенты за это скажут. У него есть отдельное отношение, допустим, если он работает не первый год и доверительно работает с фабрикой, насколько я знаю, есть и аккредитование, есть разные отношения, разная полиция к каждому клиенту. Если я не права, а в чем-то ислам, поправь мне, пожалуйста. Когда только начинаешь знакомиться и начинаешь сотрудничать, то, конечно же, мы всегда просим 10-15% предоплаты, чтобы, конечно, тем самым начинаем работать. И поработав несколько лет, скажем так, получается немножечко по-другому. Человек просто звонит, говорит мне, ислам, мне нужно вот это, вот это, вот это, и вот такие-то метражи, все. Это уже произведено и отправлено. Я даже не думаю о предоплате, я даже не думаю о оплате. Я абсолютно уверен, что я не успел отправить, эти деньги уже будут носить. Ислам, вот вижу, что сзади тебя в стеклянной двери прошла женщина в маске. Я замечала, что ты уже находишься на работе. Хотелось бы вот эту вот информацию поподробнее, то есть ваша компания уже начала работать. И какие условия сейчас безопасности предпринимаются на ваших фабриках? При входе на фабрику, как и во всех фабриках, это уже закон, во всех производственных цехах, при входе на фабрику имеются специальные вещества, которые дезинфицирующие, и также при входе нужно использовать, протирать руку. Это раз, и охранник проверяет температуру тела человека. Если выше 26,9-37 градусов, скажем так, охранник не опускает данного человека на производство. Могу ли я уточнить информацию? Раз ты уже на работе, значит, российский рынок, как ты сказал, уже начал работать. Есть какие-то первые заказы, предварительные движения. Как себя чувствует Европа? Неважно, Европа или Россия, или внутренний рынок. Пока человек хочет кушать после обеда, ужин, после ужина, на следующий день завтрак. Пока человек хочет кушать, он всегда будет работать, поэтому люди потихонечку начали подтягиваться, и потихонечку начали думать уже на будущее, и заказывать на будущее, и работать на будущее. Какие прогнозы? Имеется на осенне-весенние коллекции. Какие прогнозы, когда фабрика, ли вообще текстильный мир России и стран СНГ? Потом я задам подобный же вопрос Антону, но по крайней мере, вот, Ислам, ты не первый год работаешь в этом бизнесе, и ты общаешься со многими клиентами, как ты думаешь, когда мы войдем хотя бы на тот же уровень, который был до пандемии? Я думаю, что эта раскачка будет в начале июня, в начале шестого месяца. В полном смысле этого слова это можно сказать где-то седьмой-восьмой месяц. Достаточно быстро, очень оптимистичный прогноз. Да, да, да. Но все-таки. Ну, мы же не говорим только за Россию, это же страны СНГ, правильно? Там же Киргизия, Украина, Белоруссия. Белоруссия, это, собственно, она и не останавливалась. Да, я просто сейчас в среднем имею в виду. Кто-то начнет на раньше, кто-то вообще не закрылась. В Белоруссии, например, или в Киргизии совсем-совсем мало. К сожалению, в России очень много, насколько мы слепим. Больных. Да. Антон, как вы считаете? Ну, вообще, мое мнение, на самом деле, что тут ситуация какая? Сейчас тяжелее всего именно тому крупному ритейлу, который был завязан на торговые центры, на оффлайн-продаже. И, соответственно, как раз колоссальное падение продаж, оно вызвано тем, что свернулись именно эти операторы торговли. Из моего круга общения, из тех предпринимателей, с которыми я общаюсь, из десяти пятеро рапортует о рекорде по выручке на март-апрель. То есть они реально побили свои рекорды продаж, причем даже до карантинного уровня. И вызвано это было в первую очередь тем, что, во-первых, они осваивали онлайн-площадку задолго до. То есть, например, предприниматель, заметку которого я сегодня в блоге выкладывал, они шесть лет делали ставку только на онлайн. И, соответственно, в этом месяце они сделали свои до карантинные показатели, выполнили планы нормы. И мелкий бренд, он будет сейчас очень активно расти, потому что будет применять все те методики и механики коммуницирования с аудиторией, которые сейчас показывают свою эффективность. То есть, на мой взгляд, полное восстановление ситуации, вот так, как это было до карантина, возможно, не ранее, чем в 21 году, может быть, в середине. Именно в связи с тем, что крупный ритейл очень сильно пострадал. И кто-то свернется, кто-то будет находиться в очень нестабильном положении все это время. И, соответственно, многих игроков мы можем просто не увидеть к осени. А может быть, и уже они находятся на стадии оформления документов о банкротстве. Ну, я читала отчеты в Альбрис и много их репортажей. Они как раз не рапортует о увеличении продаж. Они говорят, что они даже не выходят на тот уровень, который был до кризиса. Небольшие бренды как раз рапортуют именно об этом. Вопрос в том, что эти небольшие бренды составляют очень маленький процент от общей выручки. И, соответственно, именно те компании, те предприниматели малые, которые воспользовались ситуацией, которые действовали по правильным механикам, они сейчас имеют возможность расти. Да, ну, как раз вот переходим к главному вопросу, который вас интересовал, Антон. Дело в том, что даже если мы выйдем по самым оптимистическим прогнозам, которые вот сказал господин Ислам, выйдем из этого штопора, скажем, к августу или к июлю, у нас преследует следующая задача, да, как нам преодолеть условия, которые поставили государство перед предпринимателями. Это белая система. Да. Ваш слово. Ислам, здесь, прежде чем перейти к обсуждению этому вопросу, я хотел бы уточнить касаемо вашего российского рынка сбыта. Дело в том, что вы озвучили, что 50% рынка у вас составляет Европа и внутренний рынок. 50% это Россия, бывшие страны СНГ. Однако хотелось бы здесь уточнить, сколько СНГ, а сколько конкретно России, если есть такая информация. Я бы тоже поделил его на две части. Где-то напополам. То есть Белоруссия, Киргизия, это вот равноценно российскому рынку. Так точно. Вот. А я хотел бы уточнить, у вас вообще, то есть мы здесь еще не проговаривали, можете ли вы озвучить те условия, по которым вы работаете, то есть ваши минимальные партии к покраске либо к производству тканей? У нас минимальное производство однотонных полотен – это 700 метров, ротационных принтованных тканей – это тоже 700 метров, до пяти цветов. От пяти цветов и выше – это 1000 метров минимальный заказ, и цифровые принты – это 350 метров. Эти цифры взяты не просто так, это просто они по-разному производятся, в разных станках и в разных условиях. Если бы мы могли, мы бы все, подчеркиваю, как производитель, все бы ткани однотонных, ротационных, неважно, мы бы все производили столько, сколько надо. Нужно 200 – значит 200, нужно 300 – значит 300. Но есть очень много производственных вопросов, которые от нас не зависят. То есть очень есть много вещей, которые нужно минимум производства. Допустим, я вам объясню так, чтобы было всем понятно. У каждого человека есть стиральная машина в гон. Если можно один носок, извиняюсь, один носок можно закинуть, стирать, можно 20 носков туда положить и стирать. То же самое красильный бак. Можно 100 метров красить, можно 1000 метров красить, или же снизиться до 700. Здесь вопрос заключается в том, что вопрос именно в качестве. Если вы хотите получить качественный продукт, чтобы оно не линяло после стирки, я имею в виду готовую продукцию, нужно загрузить минимальный килограмм на красильный бак, который красит ткань. А мы исходим из минимального килограмма. Извиняюсь, перебил. Я правильно вас понимаю, что у нас обычно, вот как понимает наш потребитель, что есть условно объем красильного бака, и загружая в этот объем менее какого-то веса полотна, производитель просто несет большие издержки, потому что все равно воды он тратит одинаковое количество, химии он тратит одинаковое количество, да и краски тоже. То есть здесь это чисто экономические, скажем так, показатели. И качество очень влияет. То есть до этого никто не озвучивал ситуацию, что меньшая загрузка бака, она влияет каким-то образом на качество. То есть здесь, почему это может произойти? Потому что больше красителя впитается в ткани, и потом она будет выстироваться. По технологии нужно загружать минимально, как я уже сказал, килограмм, чтобы получить качественную продукцию именно касаемо краски. Окей, окей, хорошо. Я прошу прощения, я вставлю свой смот. В теории же возможно, если вы, допустим, производите километр, 500 оставляете себе на склад, 500 вы отдаете клиенту, например, если он попросил, или 350. Но вот эту сумму, которую вы потратили, вы просто добавляете в стоимость этих 350 метров. Я правильно понимаю? То есть если клиенту очень захочется ткань, которая там минимально на, минимальный километр, например, на цвет, вы говорите, окей, это будет стоить, например, не 3 доллара, да, а 5 долларов за метр, ну, потому что мы вот этот остаток должны оставить себе. Я правильно понимаю? Да, но такое не практикуется. А почему такое не практикуется? Ну, вот просто... Потому что человеку невыгодно покупать ткань по 5 долларов, когда он стоит 3. Почему? Европейские ткани стоят 3 евро и то, это 12 евро, 7 евро, и все покупают, потому что маленький метраж. Парадокс в том, что когда человек, почему-то, я не знаю, когда человек выбирает европейские ткани, он мало обращает внимания на цену, а турецкие, не знаю, или мне так кажется, прям считают каждые копейки. Да, конечно, они должны считать каждую копейку, чтобы прокормить их своей семьей и своим рабочим, но почему это не происходит, когда они же выбирают европейские ткани, не знаю. Я понял вас. У нас просто сейчас в настоящий момент складывается такая структура рынка, что, как я сказал, растут маленькие компании. И, соответственно, у маленьких компаний, у них система такая, что они не могут себе позволить закупать вот этот объем. То есть для них километр – это очень и очень много. В связи с чем? В связи с тем, что основные каналы продаж у них это либо какой-то собственный там онлайн плюс слабенький офлайн, или это же товарные агрегаторы, такие как Wildberries, например, или другие маркетплейсы. Так вот, система работы на маркетплейсах строится таким образом, чтобы выпускать продукцию небольшими тиражами, часто делать обновление ассортимента и подсорт в случае успеха модели. И здесь, с точки зрения маленького бизнеса, я понимаю, что если я заморозил все свои деньги в полотне, то я просто не смогу подсортироваться. А я плюс еще мог ошибиться с расцветкой, с размером паттерна, я мог ошибиться с текстурой ткани. И здесь я не могу себе позволить рисковать. И тут на самом деле вот я к Наталье присоединюсь, соглашусь с ней, что многие компании были бы согласны, возможно, даже чуть дороже купить полотно, но имея при этом возможность взять меньший объем. Потому что, ну, километр просто это то, что сейчас рынок не скушает наш. Я с вами согласен. Я единственное, что я могу посоветовать своим клиентам, и до сегодняшнего дня говорил об этом, обращаться именно на оптовые фирмы, с которыми мы сотрудничаем. А с кем вы сотрудничаете в России? Один момент. Это другой вопрос, с кем мы сотрудничаем. А оптовые фирмы, которые приезжают, они могут себе позволить купить тысячи, две тысячи, а то и больше метров на один цвет. Эти же люди, которые по 200 метров им нужно, они могут покупать у них. Я только так предлагаю и предлагал своим же партнерам по работе, если им нужно, они большими тражей. Антон, можно секундочку, я тебя остановлю, потому что здесь идет такой разговор о том, что раньше там оптовые компании приезжали, общались, и все это было более доступно. А что, если границы не откроют, Ислам? Если, как вы вообще планируете сотрудничать дальше, потому что вот есть, бытует такое мнение, что границы не откроются до следующего года в Россию, по крайней мере. Каким образом будут осуществляться продажи вот такие онлайн-ткань? Хотя ткани требуют тактильной, как бы, тактильной обстановки, да? Да, я абсолютно согласен с вами, Наталья. У нас вся надежда на то, что все-таки откроются границы и будем мы ездить, как и было раньше, они приезжать, смотреть, драть, щупать, трогать. Такая вещь, это не просто так посмотрел, увидел, понравился, взял в онлайне. Это ткань, нужно его чувствовать, нужно его трогать, нужно на себе прикинуть. Мы все понимаем. То есть, если я правильно понимаю, то у вас нету какой-то проработанной стратегии, как будем действовать, если не про... То есть, ну, мы тоже, конечно, верим и ждем, что граница откроется. Мой сектор пострадал больше, чем чей-либо, да, потому что мой сектор завязан на массовых мероприятиях. И, естественно, я молюсь о том, чтобы люди приехали. Но если этого не произойдет, что будем делать? Есть ли какая-то стратегия, какой-то путь, дорожная карта? Единственное, что я могу сказать по этому поводу, есть аппарат, который фотографирует 3D. Это новое... Я сам толком еще не ознакомлен с этим проектом. Аппарат, который фотографирует и отправляет в формате 3D, который человек может увидеть переплетение, увидеть точный цвет, точную тональность. Ну, здесь же самое важное в полотне – это тактильное ощущение, поэтому здесь, наверное, это решение, оно из разряда фантастических решений. На самом деле, а рассматриваете ли вы... Согласен. А рассматриваете ли вы может быть какое-то представительство для того, чтобы отправить сэмплы и человек мог реально тактильно познакомиться с полотном, прикинуть на себя, потому что это решение из разряда... Ну, вот как раньше, ездили агенты с чемоданами, так, собственно говоря, может быть и сейчас? Вы знаете, главное, чтобы самолеты начали летать, остальное все дело техники. Ну, по большому-то счету, вы же рассчитываете на... Ну, у вас сейчас есть заказы и, в принципе-то, вы уже готовитесь отгружать продукцию, то есть доставить чемодан с тканью, наверное, не будет большой проблемы. Карга работает, да. Ну, вот. Вы имеете в виду с Каргой? Да, почему? Мы имеем в виду, что, возможно, у вас есть возможность или план найти официального представителя, который не будет задирать цены, который будет прямо вот и шексоить их только в России. Да. Потому что мы же понимаем, что любой агент, который приходит, как бы агент, та же оптовая компания, это сразу... Накрутка. Это очень большая накрутка в деньгах. И, собственно говоря, отсюда вытекает следующий вопрос. Смотрите, у нас вообще, если вы в курсе, то в России сейчас идет очень активная подготовка к тотальной маркировке продукции, что вызывает ряд проблем у российских производителей. И в первую очередь эти проблемы связаны даже не с самим процессом интеграции этого решения в работу. Они связаны с другими, скажем так, опосредственными последствиями. Это необходимость работы в белую для российских компаний и повышение цены на материалы, которая такая схема работы соответственно вызывает при работе, например, с турецкими поставщиками. Потому что разница порядка 40% в стоимости. Да. Вот. Здесь вообще насколько, какое ваше отношение к этому, к этой ситуации? То есть идет ли ваша фабрика каким-то образом навстречу для того, чтобы помочь потребителю официально покупать со всеми документами и делать правильно, скажем так, белый бизнес? И если нет, то почему? Если да, то что конкретно происходит? Антон, что касается работы, которые вы называете, мы 12 лет назад начинали работать с Белоруссией и по сей день работаем именно так. И это является правильной работой, как и работаем с Европой. что касается проблемно для нас или не проблемно? Нет. Для нас наоборот. Лучше. Для нас наоборот приемлемо работать в белую, как вы говорите, и будут заключаться контракты между фирмами. Поэтому мы только за. Нет, вы неправильно услышали. Антон хотел сказать о том, что стоимость, потому что Белоруссия это система отработана. Грубо говоря, раз там можете привезти там ткань, ну, 200, 300, 400 долларов обходится. В отличие от России, где это будет стоить, увеличение, правильно он сказал, увеличение стоимости на 40%. Это очень внушительно. Это очень внушительно. По сравнению, то есть ткань выйдет золотая. Он хотел спросить, возможно ли паблика проработает какую-то программу по снижению цены, стоимости, не знаю, есть ли у вас какие-то мысли на эту тему? Вы знаете, есть в каждом товаре есть себестоимость. Чтобы снижать цену, мне нужно снижать себестоимость. А снижать цену возможно только или в качестве основы, или в качестве красителей, или в качестве закрепителей химических составов, которые ткань обрабатывается. Есть ли у вас ткань? Вопрос. Хотите ли вы покупать ткань, которая покупалась, покупали у нас до нас, качественную, хорошую, или же дешевую, но дешевле? Вы готовы к тому, что у вас реальность в декабре месяце отпадет энное количество числа байеров? То есть мы здесь завязаны на таможенную систему, на те проблемы, которые возникают при переводе денег и при растаможке у нас. То есть это два момента, которые на ровном месте удорожание до 40%. Ну, плюс какие-то логистические издержки, но это несерьезно. То есть логистика, она не очень дорогая. Проблема только в банковской комиссии и в растаможке. Антон, дело в том, что если произойдет именно так и по-другому никак невозможно будет работать, то есть такая поговорка, это резать на ту ветку, на котором сидишь. Даже если оно будет так с декабря месяца поначалу конечно немножечко я, это мое личное мнение, немножечко остановятся продажи именно на Россию, а потом будет все равно продаваться как это было всегда. Я понял. То есть ваше мнение, что российский ваш клиент он все равно найдет способы закупать по той стоимости, по которой он закупал? Да, конечно. Я хотела уточнить, а есть ли у вас на сегодняшний день компании из России, которые работают уже напрямую? У нас два раза было случая, которые пытались работать напрямую и оба были безуспешны. Вот как с Белоруссией мы работаем. Есть закон, есть четкие правила, которые человек должен исполнять. И белорусы, я восхищаюсь этому народу, в том, что не то, что они нация, которая выполняет все правила, а еще и любят выполнять. И в России, если создадут четкие правила, четкие законы, которые будут человеку доступны, и цены будут не такие космические отчеты, о которых вы говорите, то и в России, на Россию будут также продаваться товары, как и в Белоруссии. Я понял. Но у нас немножко институт, конечно, власти работают несколько по-иному. Они сначала отрезают, а потом кто под это попадает, кто-то страдает. Иногда и не думают. Иногда и не думают. Ну ладно, давайте сейчас не будем в эту полемику углубляться. По крайней мере ситуация мне ясна, и отношение к этой ситуации мне тоже понятно. Антон, а ваше мнение о том, как это должно проходить, как мы вообще выйдем, как выйдет рынок из этой ситуации? Из ситуации с маркировкой? Ну, если честно, мое мнение, что маркировка будет отодвинута, то есть сроки реализации программы, скорее всего, будут сдвинуты. Это показывает и опыт текущих внедрений на текущем рынке, да, то, что они маркировали и двигают, двигают. И какое-то время, ну, а потом просто всех прижмет. Да, то есть надо сейчас просто посмотреть было на прецедент тех компаний, которые уже начали это внедрять. Но дело в том, что как только появились такие компании, все схлопнулось. И некого сейчас спросить. Спортмастер сейчас, который начал внедрять пилотный проект, он, ну, не знаю, по информации, которая есть, он на грани находится. Остальные крупные проекты тоже совершенно непонятно. Либо мы очень сильно упадем в производстве и, не знаю, там, уйдем куда-то в другое место, потому что, ну, большой рынок, в любом случае, мы закупаемся там большей частью турецкие полотна. И оптовые компании закупают у нас большей частью турецкие полотна. Либо, ну, надо смотреть. Сейчас, как бы, очень сложно на эту тему рассуждать, потому что голова сейчас болит у всех явно о другом. Вообще, как выжить, а не как какие-то вещи сделать. Поэтому хотелось бы посмотреть на пилотные проекты и пообщаться с ними. Нет, обувь же, она уже промаркирована, шубы давным-давно. Как-то работает, как-то работает. Здесь просто вот именно вопрос с тем, как это работает, то есть с обувью большие проблемы возникают. С маркировкой изделий, то есть, я не знаю, насколько сейчас решили вопросы комплектности, да, то есть, когда это идет продажа комплектом или когда идет, вот эти все остальные моменты. И здесь даже с российской стороны будут большие проблемы не в программном обеспечении, не во всех вот этих вещах, а просто в физическом процессе нанесения кодов. Вот это будут проблемы, потому что, если мы говорим про основного потребителя, да, который аккумулирует всех поставщиков, та же самая компания Wildberries, так они сейчас не могут переупаковку обеспечить. Они просто не могут ее обеспечить. Так какой там хаос будет твориться, как только ведут чип? Либо оно все просто встанет, либо нужна команда, которая делала сервис «Мои документы» в России и загонять их надо было туда года три назад, для того, чтобы наладить складскую систему на маркетплейсе. Потому что реально наши маркетплейсы, они со складом работают прям плохо. Зайди в любой чат поставщиков «Озон», «Ламода», «Вайлдберрис», там просто километровые сообщения о том, что нас не слышат, с нами не работают, нам возвращают бракованную продукцию, нашу продукцию воруют. А не происходит никакой работы с этим. Поэтому, когда ведут паркировку, будет большой хлопок. Ну вот, а дальше уже по ситуации будут действовать. А маленькие интернет-магазины, кто был в Инстаграме, в сети, они до тех пор, пока это будет реально, они будут работать именно таким образом. Ключевые проблемы будут испытывать... Плюс-минус 21 год. Да, да. Ключевые проблемы будет испытывать средний крупный бизнес. Мелочевки это пока не коснется. Даже там, если мелкий какой-то производитель захочет работать в белую, у него будет такая возможность, потому что программные решения дешевые. Принтер, ну, 20 тысяч рублей стоит, опять же, если ты зарабатываешь деньги, 20 тысяч – это немного. Ты можешь потратить. А какая ситуация в общем сейчас на рынке России, кроме того, что кто-то рапортует о том, что они вышли даже в больший плюс, чем до карантина? Я имею в виду в общем, кроме кухниных рейлеров. Ну, психологически ситуация на самом деле спорная, если сравнивать ее сейчас с тем, что происходило, например, в начале апреля, да, то есть, когда была сильная возбужденность, было сильное волнение, то сейчас по факту уже более или менее все подуспокоились. Все ищут варианты взаимодействия, все ищут варианты работы и понимают, что, ну, это еще не закончится. Это еще… Мы находимся в процессе, причем неизвестно, в какую сторону мы движемся, вверх или вниз. Потому что, ну, сейчас нам продлили, допустим, Москва. Нас продлили до 31 мая. Непонятно, каким образом будет дальше ситуация происходить. Есть такая вероятность, я вот сейчас наблюдаю за новостными сводками, проскакивает информация, что рекордное число выздоровевших, еще что-то. И, значит, потихонечку готовится как бы к поднятию позитивного фона, именно информационного, по крайней мере. Но произойдет ли в июне распечатывание, мы не знаем этого, нет смысла даже на эту тему гадать. И люди ищут каналы, люди ищут варианты взаимодействия. Кто-то, выпуская там защитную СИЗы, да, продолжает работать, отешить свой ассортимент. Потому что нас в апреле засыпали этими СИЗами, Минпромторг благополучно все сделал, как обычно, и ничего толком как бы хорошего не получилось. Поэтому все шили эти текстильные маски, из чего ни попадя. Засыпали ими рынок, и сейчас, если цена была в апреле месяц 45 рублей за штуку, то сейчас она снова скатывается к 10 рублям. То есть рынок возвращается в свое исходное положение. Мы ждем открытия супермаркетов, маркетов, открытия торговых центров. Если честно, я не думаю, что люди сильно ждут открытия торговых центров, люди ждут снятия ограничений на перемещение, потому что от этого устаешь намного сильнее. А дальше уже, опять же, не могу говорить за крупный ритейл, но мелкие, они и так адаптировались. То есть они нашли новые способы коммуникации, они нормально разобрались с доставкой, потому что курьерские службы работают без проблем. У нас с доставкой все очень хорошо. И они со своим клиентом продолжают коммуницировать. То есть самое главное сейчас тестировать каналы и искать вот именно язык, на котором можно говорить с твоими людьми, чтобы они от тебя не устали, чтобы нести им что-то хорошее, что им нужно сейчас. И все. На мой взгляд, вот так. Давайте подытожим нашу конференцию. Антон, ваш совет, а потом спросим ислама нашим зрителям. Что бы вы посоветовали? Какие-то действенные советы? Что бы я посоветовал нашим зрителям? Ну, я являюсь сторонником того, что не компании работают с компаниями, а люди работают с людьми, поэтому в любой ситуации оставаться верным договоренностям, оставаться верным той политике, которая была выбрана, и быть человеком, быть профессионалом своего дела, поэтому это, на мой взгляд, самое важное. Оставаться профессионалом, да, несмотря ни на что? Да, оставаться профессионалом, несмотря ни на что, не биться в истерике и не нарушать данное слово. А если происходят такие ситуации, когда ты вынужден это сделать, говорить, потому что, ну, мы только на диалоге сможем всего достичь. Вот, что касается работы с поставками тканей и с рынком внутренним, искать способы решения, искать способы взаимодействия, считать риски, и отдавать себе отчет в своих действиях, что если ты что-то делаешь неправильно, надо понимать, что тебе за это может произойти. Потому что, ну, других, я так понимаю, вариантов у нас нет. Спасибо. Ислам, ваше напутственное слово. Я могу посоветовать, чтобы люди, конечно, это очень тяжело, но, тем не менее, набраться терпения и стараться удержать всего, что имеешь, хотя бы. Вот. И что касается, что шить, я могу, у меня только одно мнение, что платья, блузки, они висят в шкафу, в шифонере, они еще не износились. Я думаю, что после пандемии будет не так востребна, так сильно, скажем так, потому что люди будут потихонечку выживать, потихонечку покупать только самое необходимое. Вот. Но что касается одежды, они износились, но износилась только домашняя одежда, которая носится и носится, они уже износились, и я думаю, что люди еще и домашнюю одежду будут покупать. Ну, если вы знаете, у нас, у меня у самой есть две группы, которые я веду в Телеграме и в Ватсапе. Честно говоря, наши производители немного подупали духом, все считают, что даже если мы, если торговые центры заработают, народ не побежит одеваться. Я считаю, что это немного необоснованные выводы, потому что, ну, первое, народ соскучится, наверное, по одежде, ну, и карантин, в конце концов, он не превратил нас в обезьян, да, мы все равно требуем одежду, это то, что необходимо нам всегда, так же, как и еда, питье и так далее. Люди будут одеваться, конечно, будет производство, но мы должны понимать, что это будет маленькое переформирование, да, вот рынка и наши потребности в целом. Дай бог, чтобы у нас произошел такой же скачок на наших русскоговорящих рынках, такой же скачок, как произошел в Китае, да, когда Геремес открылся, там продажи, побили вообще все ожидаемые, неожидаемые варианты. дай бог, чтобы это такое же произошло и в России. Ну, мое личное мнение, что это будет произойти постепенно все-таки. Будет происходить постепенно. Так точно. Будем надеяться. Но мы все выживем, мы все будем работать, мы обязательно будем ездить, мы обязательно еще много-много раз будем встречаться на платформе WebText, поэтому я только позитивно настроен. Сегодня мой официальный первый рабочий день, поэтому поздравляем тебя. Спасибо. Хорошей работы, активной. У нас очень много всего начали уже открываться, там торговые центры, там парикмахерские, салоны. Да, да, я смотрю, ты хорошо выглядишь по-бритски. Спасибо. Поэтому все будет хорошо. Я такие же информации получаю, когда смотрю по телевизору на Европу и очень надеюсь, очень с надеждой жду. Такие же информации я скоро получу также от российских каналов. Ну да, Европа уже как минимум... Я тоже слежу, которые есть спутниковые... Кстати, Европа ожила, у вас есть заказы? Да. Отлично. Отлично. Хорошо, ребят, спасибо большое. Да, спасибо большое. Шамиль? Вам спасибо. Все, я думаю, что все получилось хорошо.